Дуси знает, что я ее сегодня отвезу. Я ей уже все сказала. Я убрала в предсаду. Это самое утро. Все еще спят. Дуси уже знает, что она сегодня поедет. Ты знаешь, ты ждешь. Я вижу, что она ждет. Я вижу, что она как приготовилась. Сидит, просто ждет. Дремит немножко, но ждет. Музыка Мы везем Дусю. Поделись, собрались и едем. Мы сейчас поедем в парк. Будем ее отвозить. Наконец-то произошел этот день. Мы несем Дусю. Я ее обернула. Одела ей хлопок на голову. Сейчас будем пытаться ее выпустить. Дала Дене денег, чтобы он купил день еды на Ифтар. А мы сейчас отправляемся отпускать Дусю. Надеюсь, что у нас все получится. Я надеюсь, что Дуси улетит все-таки. Я хочу увидеть, как она улетит. Я уже не стала ждать до завтрашнего дня. Я думаю, что сегодня лучше. Изначально, когда я видела ее во всем магазине, у меня единственное появилось желание просто оттуда вытащить. И просто вытащить ее из этого магазина, из этой грязи. Из того, что ее кормили там один раз в три дня. А потом уже, соответственно, после того, что она пришла домой, то есть ее хотелось помыть, почистить как-то. То есть привести ее в божеский вид. И, соответственно, я смотрела много различных видео на эту тему. Как люди дрессируют птиц и так далее. Но потом мой папа сбросил мне книжку. Называется она Сукол на перчатке. И я начала читать про этих птиц. Не именно про их, а про хищных птиц. Как они, насколько они высокоразвитые создания. И как они существуют в виде природы. Как они создают пары. Самец и самка. Как самец кормит всю семью. Как он ухаживает за самкой. Как он приносит ей еду, ей и детям. И чем больше ты читаешь, то ты понимаешь, насколько это высокообразованные, высокоразвитые создания. Когда птица может сидеть по несколько часов, не двигаясь вообще абсолютно. И потом в один момент срывается камнем вниз для того, чтобы схватить добычу. Как они возвращаются в одни и те же места. Как они живут с одними и теми же партнерами в течении всей жизни. Как они летают высоко. То есть людям этого, нам этого не понять. То есть после того, как я начала читать эту книгу. У меня как раз и возникло вот это ощущение. Как можно вот такую вот птицу, которая летает высоко в небе. Которая прорезает воздух. И вообще просто как можно ее дрессировать. Потому что после того, как я ее принесла, я начала применять все вот эти приемы дрессировки. Там есть перчатки. И у меня возникла такая мысль. А нужно ли приручать птицу, которую Бог создал дикой природе. И Бог ей дал все, чтобы она существовала сама. Клюв, когти, зоркое зрение, мозг. То есть нужно ли это делать? Является ли это гуманным по отношению к животному? Я думаю, что нет. Потому что после того, как ты ее приручишь, она становится от тебя зависимой. И именно получается то, что если это мы в ответствии за тем, кого мы приручили. Потому что это на тебя падает от лица. Прирученная птица. У меня почему-то возникла ассоциация с рабством и скрепостным правом. С рабством и скрепостным правом. Когда рабы и крепостные жили раньше. Олегамба, олегамба. Закрывайте. У меня возникла ассоциация с крепостным правом. Что когда люди жили крепостные или рабы. И после отмены крепостного права или когда людям давали свободу от рабства, их освобождали. Многие из них продолжали жить. И у этих хозяев, которые были их хозяев. И в течении всей жизни они не продолжали работать на этих людей и никогда от них не уходили. Поэтому это как рабство. Это как рабство я считаю. Чувствуешь Дуся? Дуся это природа. Здесь много еды. Здесь много птиц. Здесь много птиц. Самое главное для Дуся это улететь куда-то далеко. И никогда не возвращаться к людям. Никогда не попадаться к людям. И жить свободно. Я ей желаю свободного полета. И главное что главное никогда не попадаться людям в руки. Никогда. Создать себе семью. Найти себе заботливого самца. Который будет о ней заботиться всю оставшуюся жизнь. Дай Бог Господи. Мы опускаем ее. Я прошу Бога сохранить ее. Пускай мне здесь. Вот здесь дом. Чтобы она никогда не попадалась. Суток. Суток. Галь. Галь. А почему они живут в дерево? Суток. А тут есть. Чтобы она никогда не попадалась никому. И жила самостоятельно. В этом парке здесь много птиц. А сегодня уже много птиц. Очень много птиц. Я надеюсь что она справится. Я ходила несколько дней назад к этому продавцу. Которого я купила Дусю. И он мне сказал что ее поймали. Что она изначально не была. Она не родилась в неволе. Ее поймали. Ее поймали в Марса Матрук. То есть она приспособлена для того чтобы жить сама. Дай бог. Дай бог. А почему так страшно? Тут никого нет. Люди. Нету люди. Потому что уже в близком время Магриба. И сейчас уже все будут кушать. Вот. Сейчас я ей дам камеру. Больше. 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 Не полетай. Ничего. До сего ночи. Пожарок тебе дешевый. Мы подарили. До сего. Будем скучать. Да. Будем лететь. Хорошо. Лететься. Давай. Залететься. Стой. Аккуратно сейчас срежем. 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 Срежем тебе куцы твои. Стой. 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 Сейчас пойдешь. Где мои ножницы? Ой. Где мои ножницы? Ножницы? Ну эти. Пока, Дусе, мы будем скучать. Ты знаешь, у меня глаза где-то, вот здесь. Отрезай вот эти пупцы. Я их иду немножко, потому что ноги еще немножко. Отрезай вот эти пупцы, такая пыль сильная. Вот такой. Нельзя лететь больше. Ай, какой ты красивый. Пока, Душа, мы будем перескучать. Душенька, ты будешь лететь и еще какая-то. Очень красиво. Все, полети. Есть что-то здесь, Галь. Здесь, вот здесь, что-то. Это волосы. Давай, полетись. Полети. Молодец. Орел. Ой, нет. Села. 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 Села, Дуся. Дуся села. Там вороны. Давай пойдем увидеть ее. Вот она. Я вижу ее. Молодец. Орел. Самое главное, что мы ее отпустили. Она сможет найти себе пропитание. Дуся. Она не пропадет. Она не пропадет. Эй, она не пропадет. Она не пропадет. Дуся. Тут много птиц. Она поймает себе еду. Дуся, чтобы она улетела и больше не возвращалась никогда. Дуся. Мама. Где же ты? Мы ищем тебя. Воскресенье. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok